Антенны Паранзаем пространство, летят над землею и стелятся плавно над бездной морской. Мы радиофизики. Учимся и работаем в Петергофе. Круг интересующих нас проблем очень широк. От распространения и генерирования волн различной природы до теории горячей плазмы, от структуры молекулы до задач астрофизики. Наш фильм познакомит вас с основными направлениями исследований кафедры радиофизики Ленинградского университета. Основа любой науки – теория. Свои теоретики и на кафедре радиофизики. Вопросы, споры, поиски решений. Какие же проблемы стоят перед нашими теоретиками? Прежде всего, развитие теории распространения радиоволн. Одна из задач этого направления исследований – построение математической теории возбуждения, распространения и трансформации волн в канале Земля-ионосфера. На распространение радиоволн оказывают влияние как свойства ионосферы, так и свойства земной поверхности. Поэтому радиофизикам важно знать не только свойства самой ионосферы, но и развить существующие модельные представления об окружающей среде. Кафедра радиофизики нашего университета – головной научный центр страны по большинству вопросов распространения радиоволн. Результаты теоретических исследований публикуются в сборнике «Проблемы дифракции и распространения волн» в регулярном издании кафедры. Теоретики работают в тесном контакте с экспериментальными лабораториями. В былые времена только огни маяка, компас, да небесные светила указывали путь мореходу. В наш век на помощь ему пришла радионавигация, основанная на использовании сверхдлинных радиоволн. В университете создан специальный центр, где изучается влияние ионосферы на распространение сверхдлинных волн. Здесь принимаются сигналы радиостанций, расположенных по всему земному шару. Трассы этих радиосигналов пересекают все широты и континенты. Автоматизированный приемный комплекс измеряет амплитуды и фазы сигналов. Опорный сигнал формируется тремя рубидиевыми стандартами. Уход часов, управляемых таким групповым стандартом, не превышает одной микросекунды в сутки. Записи амплитуд и фазы анализируются. На основе этих данных сотрудники лаборатории сверхдлинных волн выявляют широтные особенности ионосферы и исследуют ее поведение во время возмущений. Сведения о возмущениях ионосферы постоянно регистрируются и передаются в Единый Международный Центр Сбора Геофизических Данных. Исследовательские группы лаборатории работают на Камчатке и Чукотке, в Арктике и на Черноморском побережье. Недалеко от Новороссийска организован постоянно действующий пункт наклонного зондирования нижней ионосферы. Небольшая группа ленинградцев несет здесь постоянную вахту. Регистрируются амплитуды и фазы отраженных от ионосферы сигналов сверхдлинноволновых радиостанций. По этим данным можно судить о состоянии нижней ионосферы, о влияниях на нее изменений солнечной активности и процессов в верхней атмосфере Земли. Результаты наблюдений можно использовать при определении координат кораблей и самолетов с помощью радионавигационных систем. Изучением влияния ионосферы на распространение радиоволн занимаются также в лаборатории наклонного зондирования. В Петродворце, в физическом комплексе Ленинградского университета, работает один из приемных пунктов лаборатории, оборудованный регистрирующей аппаратурой. Используются импульсные сигналы радиопередатчиков, удаленных на различные расстояния. Прием отраженных сигналов происходит в условиях сильных шумовых помех. Одна из мер, снижающих действие шума, цифровая обработка полученных данных. Амплитуды, задержки и вариации фаз проходят первичную численную обработку, а затем выводятся на цифропечать. Параллельно параметры сигналов фиксируются на перфоленте. Верное и точное представление об ионосфере можно составить лишь на основе большого экспериментального материала о физических свойствах земной поверхности. Обработка такого огромного объема информации под силу только ЭВМ. Метод наклонного зондирования довольно простыми средствами позволяет получать сведения о состоянии ионосферы и ее динамики. А сейчас мы с вами станем свидетелями эксперимента, цель которого изучение влияния физических характеристик земной поверхности на ионосферу. Камчатка природная лаборатория, где исследователи имеют возможность проникнуть в тайны таких загадочных и грозных явлений природы, как землетрясения и извержения вулканов. Недалеко от Петропавловска-Камчатского, на экспериментальной базе Северо-Восточного НИИ, вот уже более 10 лет работает единственная на Камчатке ионосферная станция. Совместно с коллективом станции сотрудники Ленинградского университета ведут работы по изучению влияния землетрясений и извержений вулканов на ионосферу. На станции работает комплекс экспериментальной аппаратуры, созданный сотрудниками кафедры радиофизики. Комплекс предназначен для измерения доплеровского сдвига частоты сигнала, отраженного от ионосферы. В специальном павильоне установлен сейсмограф. Прибор показывает, что заданный уровень сейсмического возмущения превышен. Регистрирующая аппаратура включается автоматически. Рабочая частота приемника и передатчика установлены заранее на основании регулярно получаемых ионограмм. Аппаратура работает. Регистрируются параметры отраженного сигнала. Результаты наблюдений, полученные с помощью этой аппаратуры, помогут сейсмологам предсказывать землетрясения и дадут новые сведения о физических свойствах ионосферы. Редактор субтитров А.Семкин